Всем привет! Сегодня поговорим о том, как колонизаторы после потопа делили планету на примере Северной Америки. Для начала поделюсь своими мыслями. Несколько лет, разбираясь в исторических дебрях и каждый раз натыкаясь на нестыковки, поймал себя на мысли, а с чего мы вдруг решили, что при обучении в школе на уроках истории нам должны говорить только правду. Ведь мы не подписывали со школой договор, в котором сторона школа обязывается говорить только правду, а сторона школьник обязывается прилежно учиться. Получается, что люди сами себе придумали, что в школе им должны говорить только правду. Но на практике оказывается, что это не так. Сюда же можно добавить непонятные ожидания людей, что СМИ должны говорить правду. С чего вдруг люди решили, что по телевизору должны говорить правду? Вам ведь никто об этом не говорит перед началом новостей, что в ближайшие 40 минут мы будем говорить только правду. На новостных сайтах, в газетах, журналах, книгах не написано, что здесь напечатана правда. Может быть, есть законы, обязывающие СМИ транслировать правду? Таких законов нет. А с чего тогда люди решили, что им должны говорить правду? Вернемся к основной теме ролика. Если вы увлекаетесь альтернативной историей, то, наверное, слышали и не раз про потоп. Как могли выглядеть последствия потопа? Примерно так, как последствия цунами в Японии, но по всему миру. Земля завалена грунтом, засыпаны автомобильные и железные дороги. Электроснабжение нарушено почти полностью, заводы остановились. Источники пресной воды засыпаны глиной, урожай в полях испорчен, животные на фермах или погибли, или разбежались, склады с продовольствием частично или полностью повреждены, запасы еды гниют из-за воды. Погибло много людей, в том числе и военных. Связь нарушена, военные гарнизоны не имеют связи между собой, армии стран деморализованы. Как вы думаете, что будут делать при этом страны, которые меньше всего пострадали от потопа? Будут ли менее пострадавшие помогать другим странам? Или же они воспользуются ситуацией, чтобы ограбить и колонизировать страны, находящиеся в сложной ситуации? Тут, наверное, все зависит от того, насколько человечно правительство стран. Кто-то непременно воспользуется ситуацией, а кто-то поможет. Вы можете высказаться в комментариях, какие страны, по вашему мнению, непременно поплывут грабить другие страны, а какие страны протянут руку помощи пострадавшим. И почему так? А мы продолжаем. Вообще, вся история мира с 14 по 19 век – это история широкомасштабных и кровопролитных колониальных войн. Всего несколько западноевропейских стран, такие как Испания, Португалия, Голландия, Англия и Франция сумели колонизировать практически весь мир. Может быть, на историю надо смотреть именно под этим углом? Может быть, поэтому с историей у многих стран полный бардак? Кстати, вы знаете, что есть много стран, у которых вообще нет четкой и складной истории, но об этом как-нибудь в другой раз. Вот пару строк из романа Валентина Пикуля «Три возраста Акини-Сан». Действия разворачиваются в конце 19 века. Германия вдруг с небывалым ожесточением вломилась в Африку, колонизируя ее в Того и Камеруне. Флот Кайзера бросил якоря у берегов Новой Гвинеи. Франция воевала с Китаем из-за Вьетнама – Анама. Англия деловито и торопливо прибрала к рукам Бирму. Шел дележ мира. Точнее, грабеж его. Так или иначе, мы можем сделать вывод, что мы не знаем историю, но точно знаем, что историю пишут победители. Давайте узнаем, как после потопа колонизаторы дербанили Северную Америку. То, что Северная Америка пострадала от потопа, мы подробно рассматривали в предыдущем ролике. Ссылка в описании под видео. На этом континенте расположены США, Канада и Мексика. Как вы думаете, какие страны располагались на территории Северной Америки к середине 18 века? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Давайте посмотрим на карту Северной Америки 1745 года, составленную в Российской империи. Что мы на ней видим? Канада есть. На ней мы видим следующие территории. Земля Эскимосская, Новая Шотландия и Новая Англия. Очень сложно понять, кому принадлежит данная территория. На территории современных США видим большую страну или территорию под названием Люизиана. И три образования поменьше. Виргиния, Каролина и Пенсильвания. Эти образования отмечены границей желтого цвета. На западе видим отдельную область Новая Мексика с зеленой границей. Отдельно Калифорния с красными границами. Новогешпания или Мексика тоже с красными границами. Территория современной Аляски почему-то вообще не отмечена. Кстати, по официальным данным, за несколько десятилетий до составления карты русскими мореходами была открыта Аляска. А вот как выглядела карта Северной Америки в эти же самые годы на сервисе Интерактивная карта мира. Как говорится, сравни и почувствуй разницу. Ссылка в описании под видео. Как нам утверждают историки, на этом континенте до прихода колонизаторов никогда не было государства. В Северной Америке якобы жили племена индейцев. Они жили в шалашах и никогда не строили каменных зданий, а тем более городов. Небольшая поправка. Города они строили, но период времени, когда у индейцев были города, относят в доколумбову эпоху. Но вот, например, реальные каменные дома индейцев в 19 веке. В период колонизации в США и Канаду из Европы уехали поселенцы. Судя по фильмам, переселенцы были пьяницами и драчунами. Вот некоторые фрагменты этих фильмов. Обратите внимание, переселенцы строят деревянные дома, в салонах и барах постоянные пьянки, мордобой и перестрелки. Все это мы знаем про США. А про Канаду мы особо и не знаем, что там происходило. История Канады 100% придумана и читать ее смысла нет никакого. Но интересно то, что границы между Русской, Аляской, США, Канадой и Мексикой были разделены по линейке. А когда страны делят по линейке, это говорит о том, что эта граница не естественная, а искусственная. Например, линия границы между США и Канадой прошлась по центру поселка и даже по центру дома. То есть, одна половина дома стоит в США, а другая в Канаде. Чтобы убедиться в том, что по линейке делят страны искусственно, давайте вспомним, как разделили Корею на Северную и Южную, Вьетнам на Северный и Южный. Пожалуй, самый показательный пример разделения единой страны на куски – это Африка, где по линейке был разделен на части целый континент. А вот так выглядела Африка в 1745 году. Обратите внимание, что вместо пустыни Сахары мы видим степь Варварскую. Они были одеты как варвары. Знаешь, варвары означают бородатые. Вернемся в Северную Америку. В городах США и Канады одинаковая архитектура. Эту архитектуру можно назвать античной. Это большие красивые здания с колоннами, над колоннами треугольные портики, высокие двери и большие окна. Такую архитектуру точно строили не киношные индейцы и не киношные переселенцы-дебоширы. Эта архитектура говорит о мощной высокоразвитой цивилизации. Причем, чтобы строить такие здания с нуля, нужно минимум лет 200-300 стабильного развития экономики, промышленности, наук и архитектуры. Более того, у городов Канады и США одинаковая история. Например, крупный город Канады. Торонто неожиданно для всех сгорел в 1904 году. Вот кадры того пожара. Аналогично горели города в США, Чикаго в 1871 году, Бостон в 1872, Сан-Франциско в 1906 году. Последствия этих пожаров скорее напоминают мощную бомбардировку. Лично у меня складывается впечатление, что в Северной Америке, да и вообще по всему миру, некогда была единая цивилизация. И часть этой страны в Северной Америке поделили по линейке между собой колонизаторы – Испания, Англия и Франция. В общем, мы имеем две параллельные реальности. В одной реальности в Северной Америке бегают племена индейцев. Затем на эти земли приезжают колонизаторы – переселенцы из Европы. Эти переселенцы строят деревянные бараки, пьют в салунах и барах, устраивают мордобой и перестрелки. Непостижимым образом пьяницы и любители подраться к середине 19 века отстраивают красивые города в США и Канаде. Причем выглядят эти города, как античные города в период своего расцвета. Во второй реальности в Северной Америке была мощная высокоразвитая страна. Эту страну сначала начали захватывать с юга испанцы, затем с востока французы и англичане. В итоге некогда единую страну разделили по линейке. То, что меня всегда удивляло, Советский Союз со времен Ленина имел лозунг «Догнать и перегнать развитые капиталистические страны, позже Америку». Дополнительную популярность этот лозунг приобрел в конце 1950-х годов в связи с высказываниями главы КПСС Никиты Сергеевича Хрущева «Догнать и перегнать Америку». Весь 20 век мы все строили и строили. Дороги, мосты, тоннели, плотины, заводы, порты, причалы. В итоге так и не смогли перегнать США. Еще момент, на который я обращаю внимание, экономика США считается развитой, а экономика СССР и России развивающейся. То есть, вы понимаете, к чему я кланю? Официально в США бегали индейцы, потом приехали пьяницы и дебоширы, и к середине 19 века у них роскошные античные города. К концу 19-го уже стоят небоскребы. С начала 20 века уже развитая капиталистическая страна. Причем все это у них получилось очень быстро, без особых усилий. Складывается впечатление, что у США все это уже было и просто досталось по наследству от предыдущей цивилизации. Как вы думаете, что за единая страна была в Северной Америке? Еще один пример параллельной реальности – это международная валюта 19-го века. Как вы думаете, на деньги какой страны в 19-м веке можно было купить товары по всему миру? Можете поставить на паузу и написать в комментариях. Наверное, вы думаете, что это были деньги США, Англии или Франции? Оказывается, нет. В 19-м веке деньгами международной торговли были серебряные мексиканские доллары, так называемые орлиные доллары. И не только в 19-м веке. Например, в Китае до 1933 года законами деньгами в стране были мексиканские доллары. Кроме Китая, мексиканский доллар использовался в качестве средства оплаты в самих США и Канаде. Также мексиканские серебряные доллары получили статус официальной валюты в Японии в середине 19-го века с надчеканом на японском языке. Называлась такая монета «Аратаме Санбусадаме», что переводится как «фиксированный к значению трех бушель». Вот что пишет об этом Валентин Пикуль в романе «Три возраста Акини Сан». Действие происходит в конце 19-го века в Японии. Владимир Каковцев вынул тяжелые и неудобные для кошелька мексиканские доллары, которыми платили жалования офицерам в эскадре адмирала Лисовского. Сложил их горушкой, как оладьи на тарелке. Гордей Иванович искренно оскорбился. «Э, нет, с вас, сударь, не возьму». То есть русским морякам, ходившим за границу, платили жалования в мексиканских долларах. Вы слышали об этом? В завершении хочу сказать, что слово колонизация, по всей видимости, происходит от слова колонна. Давайте узнаем, как звучит колонна на языках колонизаторов. С испанского – колумна, с португальского – колумна, с нидерландского – колом, с английского – колумн, с французского – колонн. Сам термин колония в значении «зависимая территория» звучит примерно так же. Испанский – колония, португальский – колония, нидерландский – колонии, английский – колонны, французский – колонни. То есть, когда колонизаторы приплывали после потопа в очередную страну, они видели величественные здания с колоннами. Это говорит, опять же, о том, что на планете совсем недавно была единая цивилизация. В следующих видео поговорим подробно, как именно несколько западноевропейских стран сумели колонизировать весь мир. И попробуем разобраться, пострадала ли наша страна от этой всемирной колонизации, или нас эта напасть обошла стороной. На этом все. Оцените это видео по достоинству, поделитесь видео с друзьями, до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok